Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня продолжим наш курс «Образование по сбалансированному питанию» и тема сегодняшней нашей мини-лекции – это похудение. Слушаю ваши вопросы. Я хочу похудеть. С чего начать? Какую лучше вообще диету выбрать? Я очень много слышала о хороших отзывах о белковой. Что вы скажете на этот счет? Я скажу тоже, что я уже всем говорил, что для того, чтобы похудеть, для того, чтобы набрать массу, нужно сбалансированно питаться и не применять никаких диет. Ничего не меняется по сравнению с нашей прошлой лекцией. Мы должны учитывать, прежде всего, мы должны провести пищевой аудит, понять, что вы едите, сколько белков, жиров, углеводов вы потребляете в сутки, и, исходя из этого, сделать корректировку вашего пищевого поведения. Я никому из зрителей не советую не применять никаких диет, кроме сбалансированного питания. Не применяйте никакие диеты. Все диеты – это временное решение. Как только вы с нее слезете, обратно вес вернется в то же состояние, что и был. Давай на примере. Вот я вешу 80 кг, мой рост 1,60 м. Что мне делать? 80 кг, 1,60 м. Значит, соответственно, вы девушка. Какого возраста? 30 плюс. 30 плюс. Вы занимаетесь спортом? Ну, при 80 кг особенно это замечательно. Не позанимаешься. Отлично. Значит, тогда мы вернемся опять к основам. Мы проведем пищевой аудит, сколько вы потребляете белков, жиров, углеводов, скорректируем ваше питание и, наверное, отправим вас в тренажерный зал или крутить палку для того, чтобы ваш вес быстро уменьшался. Ну, что я должна буду кушать? Давай как-то практическо. Что вы должны будете кушать? Посмотрите мою прошлую лекцию. Там абсолютно все указано, что нужно кушать. Нужно кушать 70% приема. Это должны быть сложные углеводы, то есть каши. С чем их применять? Решаете вы. Это могут быть яйца, это может быть мясо, это может быть рыба, это могут быть молочные продукты, как источник белка и жира. Выбирайте то, что вам вкусно, то, что вам нравится, и питайтесь. Суть. Вы начнете терять вес тогда, когда вы будете принимать меньше еды, чем вы тратите энергию. То есть вы поможете мне посчитать калории? Вам поможет посчитать калории любые смарт-часы. Сейчас есть очень много, практически любые смарт-часы, примерно с точностью до 20% посчитают ваш калораж, и вы можете, исходя из этого, скорректировать ваше питание. И мне нужно будет постоянно взвешивать еду? Да, вам нужно будет вначале постоянно привыкать, контролировать, сколько вы потребляете. Я думаю, что через неделю после того, как вы это будете делать, вы уже настолько привыкнете, что вы на глаз будете определять дозировки. Через сколько можно будет увидеть результат? Очень по-разному. Очень-очень по-разному. Смотрите, результаты некоторые люди... У меня был случай, когда человек после того, как начал сбалансированно питаться, буквально уменьшился вес где-то на 7-8 килограмм за 3 дня. Но я хочу всем сказать, это прежде всего очень хорошая новость для вас, что у вас вес уменьшился. Однако не думайте, что столько ушло жировой ткани. Скорее всего наладился водно-электролитный баланс, и человек потерял много воды. Но реально при переходе на сбалансированное питание люди ощущают результат буквально на следующий день. На самом деле человеку достаточно потерять пару литров воды, и это уже уменьшит его вес на 2 килограмма. Он уменьшится в размере, он будет это видеть даже в зеркале сразу. И понимаете, когда человек постепенно уменьшает свой вес, он себе больше нравится, и это его еще больше и больше мотивирует. Поэтому результат вы увидите сразу. Прежде всего по вашему настроению. А здесь психосоматика работает? Психосоматика, я не люблю вообще таких терминов, как психосоматика. Но, 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 но хочу сказать, что психосоматика работает у наркоманов. Тех, которые тянутся к сладкому. Вот у них работает психосоматик. Они ради дозы сладкого готовы себя убедить в чем угодно. Вот. Поэтому, пожалуйста, сладенькое мы кушаем без сахара. Оно такое же вкусное. Вы не отличите. А психосоматику давайте оставим на какие-то другие вещи. Давайте вот питаться будем сбалансировано. А на психосоматику повесим остальные все болезни. Вы посоветуете, что такого сладенького можно есть, когда я буду будить? Вот самые яркие представители нашего сладкого. Это быстро надоест. Это не надоедает. Я до сих пор, мне не надоело. Я уже лет 20 на этом сижу. Мне не надоело. Оно не надоест. Но вы можете использовать все, что вы считаете нужным, кроме сахара. Торт. Торт. Пожалуйста, я ем много тортов без сахара. Есть торты без сахара. Есть сладкие напитки без сахара. Есть мороженое без сахара. Есть пирожное без сахара. Есть мармелад. Все есть без сахара. Кушайте и считайте. Главное, считайте, что вы кушаете. Вот это, это не просто, да, я взял и съел. А я записал один банан. Кстати, многие из вас удивятся, сколько калорий в банане. Посмотрите, пожалуйста. Есть миллионы программ. В телефоне есть миллион программ. я не хочу делать никаких реклам я знаю что не менее 20 программ фитнес есть которые позволят вам учитывать продукты абсолютно точно это правда не только не посчитаешь а может быть больше воды содержания может быть меньше содержания и в любом случае все наши расчеты вот то что мы кашу взвешиваем то что мы взвешиваем мясо рыбу это все примерно и разница может быть до где-то думаю 15 процентов плюс-минус но нам все равно нужна какая-то . основы которой мы привязываемся то есть говорит что я не буду учитывать сколько я потребляю калорий потому что это неточно нельзя потому что все равно нужно от из чего-то исходить вы все равно поймете что вот у вас есть питание и вот у вас есть динамика вашего веса и вы должны четко видеть как вы меняете питание и как меняется вес и тогда у вас в голове сложится полная картинка и вы очень легко сможете не просто похудеть а контролировать ваш вес на самом деле с весом можно играться особенно вот если вы молодые девушки да например или юноши или немолодые да например молодые девушки которые например хотят сняться в кино вы же можете под съемку подогнать свою форму то есть вес это такая вещь которой можно при грамотном отношении к своему пищевому поведению весом можно манипулировать без можно наращивать можно уменьшать можно набирать мышечную массу можно набирать жировую массу можно ее уменьшать это все мы с вами научимся обязательно что делать людям возрастным женщинам мужчинам которые уже возрастной вес нету никакого возрастного веса не было и не будет пожилым людям также как и детям необходимо сбалансированно питаться наверное уважаемые зрители я вас сегодня расстрою потому что на большинство из ваших вопросов я буду отвечать необходимо сбалансированно питаться даже пожилым людям у пожилых людям людей действительно падает метаболизм возможно пожилой человек должен калорий потреблять меньше чем такого же веса молодой человек это все приходит с пищевым аудитом и с пониманием динамики своего веса как знать свой вес очень хороший вопрос в одно и то же время раз в неделю после одинаковых процедур помните я говорил да мы встали пописали покакали почистили зубы в субботу например взвесились и записали через неделю то же самое через неделю то же самое то что и у вас будет понимание куда ваш вес движется это смотрите здесь я вам не советчик для этого у вас есть зеркало если вы себе нравитесь если вы себе нравитесь и вы хотите вы у меня очень много зрителей которые хотят почему-то знаете всех читить читать да так а если я себе нравлю значит можно класть себе в рот что попало нет нельзя нет я вам не советую этого делать потому что кроме веса есть много других характеристик здоровья да и вы все равно для того чтобы быть здоровым человек должен потреблять оптимальное сбалансированное количество белков жиров и углевод однозначно и вы когда ска придете к зеркалу и скажете все я себе нравлюсь вот на этом зафиксируйтесь и так и кушайте дальше если ваш вес после этого будет падать добавьте еды добавьте углеводов тут смотрите это ваше предпочтение да мы смотрим на себя смотрите человек здоров когда у него процент жировой ткани ну мужчин например от 15 до 25 процентов это здоровье да а вот внутри этого регулировать это уже ваши внешние ваши личные пожелания как вы хотите каким вы хотите выглядеть у девушек это другое совсем это где-то 20 25 28 процентов жировой ткани как вы себе нравитесь вот какой форме и стремитесь жировая ткань не откладывается к сожалению в одном месте давайте теперь я расскажу про отложение жировой ткани значит уважаемые зрители действительно есть места где жировая ткань любит увеличиваться напоминаю у нас в теле под кожей и не только есть жировые клетки они называются липоциты или адипоциты с рождения нам дано одно количество жировых клеток она не меняется клетка жировая может или увеличиваться или уменьшаться но количество их остается и действительно у женщин жир накапливается где ни в коем случае вот у женщин жир накапливается подождите секундочку смотреть у женщин жир накапливается там где он будет помогать защищать плод все вокруг живота жирнее для того чтобы защитить плод а у мужчин прежде всего жир откладывается внутри живота висцеральный становится не хочу показывать на камеру вот это когда вот мужчины вот такой вот пузо такое это значит у него много висцерального жира именно внутри живота вокруг кишечника женщинам такое к счастью не грозит потому что наши жировые клетки имеют разное количество альфа и бета рецепторов которые не меняются с возрастом и организм ваш не знает будет у вас плод или нет но если вы женщина то организм все равно будет первым делом складывать жир вот сюда по памяти конечно по памяти потому что у вас жировые жировые клетки в организме они разные абсолютно разные то есть вот сюда в жировую клетку жир отложится гораздо позже чем 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 в остальных местах еще раз похудение локальное абсолютно невозможно еще одно хочу сказать своим зрителям друзья если у вас например не нравится вам ваш живот на что сейчас модно делать можно делать модно делать много-много скручивание да это абсолютно не поможет друзья прежде всего зачастую некрасивый живот связан с неправильной осанкой с неправильной осанкой сколько бы вы не качали пресс если вы выпячиваете живот вперед он у вас красивым никогда не будет кроме того перестаньте пожалуйста люди которые хотят похудеть делать упражнения на пресс это только-только увеличивает вашу талию только увеличивает вашу таль единственное что я могу вам посоветовать из упражнений для живота это делать в вакуум я надеюсь вы умеете делать вакуум я покажу самый простой способ сделать вакуум это стать вот так вот втянуть живот то есть мы становимся мы делаем вдох выдох втягиваем живот и на выдохе сколько можем не дышать держим его втянутыми так делаем 35 раз каждое утро вот как проснулись выпили стакан воды или чайку сделали вакуум 35 раз каждый день вот это действительно уменьшает талию единственное что уменьшает так работает дело в том что у нас есть мышцы внутри внутри мышцы смотрите вот наша брюшная стенка состоит из нескольких слоев мышц те что мы качаем на тренажерах это только наружная часть а у нас еще внутри есть мышцы внутри которая держит и когда мы делаем вакуум мы напрягаем внутренние мышцы живота которые не работают при спорте это скорее знаете мышцы которые вот используют бойцы восточных единоборств разных техник когда у них техники вот изнутри изнутри подачи энергии то есть втянутый живот сильно да вот втянутый уплощенный даже есть йоговские упражнения когда они специально знаете как волны пускают как вот вот крутят внутри на втянутом же вот это все очень хорошо работает и это я всем река я всем рекомендую делать вакуум 35 раз каждое утро после того как проснулись и выпили какую-то жидкость но до еды обязательно смотрите смотрите есть есть несколько понятий боков досмотрите есть бака когда человек полный или имеет излишнюю жировую ткань и бака от этого большие это убирается общим похудением общим уменьшением подкожной жировой ткани но есть к сожалению девушки и мужчины у которых ну действительно некрасивая бака вот есть такая вот форма друзья в этом случае я реально это редкий случай когда я могу посоветовать локальную липосакцию чтобы именно убрать бака это если это у вас такая форум знаете вот у многих людей есть косметические небольшие дефекты которые гложет всю жизнь решить вопрос если вы действительно худая вы себе нравитесь но у вас есть только вот проблема в боках то сделайте липосакцию это занимает 10-20 минут нет если вы худая и у вас бака то она не нарастет а если вы толстая и вы будете отсасывать как говорится сейчас модно жир по мере накопления это дорога в могилу очень быстро не делайте никогда этого не делать то есть вариантов так чтобы похудеть животе и боках но при этом жировая ткань где осталось нет где осталось вечный вопрос всех женщин да к сожалению нет и размер груди с уменьшением жировой ткани будет уменьшаться действительно но не забывайте что на девушке весом 40 килограмм и на девушке весом 80 килограмм совершенно разная грудь должна быть да и она должна соответствовать если вы худая встроенная вам не нужно мне кажется большая это так между нами хорошо как бороться тогда вот после похудения 80 килограмм или 90 а там 60 кожа которая вот как-то можно питаться так чтобы при этом кожи все не обвисла смотрите по поводу обвисания кожи у мужчин я заметил кожа обвисает если они начинают худеть со 110 килограмм у женщин после 90 95 до этого кожа она спокойно стянется когда вы похудеете спокойно стянется но если у вас был изначально большой вес и вы действительно худеете и у вас кожа становится ну мягко скажем она как начинает провисать это тоже легкая косметическая операция которая занимает несколько десятков минут но достаточно на самом деле просто похудеть и зачастую вспомните вот при беременности да у женщин вот какой огромный живот да может быть он же потом стягивать а у многих полностью а у многих полностью вы знаете есть много кинозвезд которые уже через три месяца после родов кино снимались с обнаженными сценами конечно и но там видишься нагрузка там большая физическая нагрузка и конечно же сбалансированное питание никаких других способов не будет и кстати всем кто хочет задуматься о форме о размере своей груди возможно некоторые думают об операции до девушки наши милые прежде всего прежде всего вы должны исправить свою осанку я очень часто был ассистировал я очень часто был на приемах женщин которые приходили увеличить грудь зачастую это было ну вот приходит девушка вот такая вот она вот так вот сидит играет у меня грудь маленькая и к сожалению к сожалению многие врачи не объясняют что сначала нужно исправить осан когда она исправляет зачастую осанку она уже не хочет увеличивать грудь знаете то есть все должно быть балансе ну пожалуйста не делайте никаких никаких пластических операций пока вы не станете сбалансированного веса и пока вы не исправите свой осанку смотрите отжимания это упражнение в которой при котором работают несколько десятков мышц помогают вопрос теперь чему она да смотрите теперь вы говорите отжимания как имеете ввиду упражнения на грудь конечно но имейте ввиду что это имеется ввиду это даст мышечный каркас если сама молочная железа да она например была большая 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 потом похудели и она ну провисла это к сожалению накачка не поможет это легко решаемые вопросы самое главное чтобы у вас была красивая осанка и чтобы вы были сбалансированном весе тогда все косметические пластические операции делаются крайне просто она обвисает со временем это неизбежно в любом случае случится но мы живем 21 веке девушки сейчас есть очень много женщин девушек который грудь 50 выглядит лучше чем 20 а потому что медицина делает большие шаги вперед а не получится к сожалению не получится но вам не стоит этого переживать об этом хочется задать вопрос можно ли худеть и употреблять алкоголь да можно худеть и употреблять алкоголь напоминаю алкоголь нужно тоже считать и когда вы записываете сколько вы съели отдельно еще снизу запишите сколько вы выпили если если вы любите коктейльчик у коктейльчика есть состав да вы берете этот состав расписывать и считайте сколько в нем калорий все пишут всегда пишут вы можете если даже вы находитесь в баре в ресторане вы можете у официанта спросить а сколько здесь сухого веса каши а сколько здесь водки сколько здесь ликера сколько здесь пиво вы можете спросить и в любом телефоне в любом справочнике пищевом вы можете найти калорийный алкоголь нужно считать считать и учитывать его нельзя потреблять неограниченно его нужно считать если вы выпьете больше алкоголя чем вам положено по сбалансированному питанию этот алкоголь отложится у вас жировую ткань неважно какой вы все равно его должны считать то что менее калорийная ну так извините меня менее кого если вы водки выпьете 50 то пиво же вы пейте стакан понимаете поэтому все равно нужно считать мы все равно придем к тому что нужно считать смотрите если вы после алкоголя любите хорошо покушать да то прежде всего вы должны понимать на каком этапе своего сбалансированного питания вы находите вы худеете вы набираете массу вы хотите поддержать вы всю жизнь худеть тогда если вы действительно неизбежно выпьете положите с собой то что есть вы можете в неограниченных количествах что это может быть например например сухие баклажаны помидоры перец огурцы помидоры листья салата да ешьте то что объемная но то что не калорийно ешьте картошку в конце концов отварите себе или запеките картошку ешьте картошку не очень мало калорий и надо очень много съесть чтобы набрать вес то есть не не голодайте да не надо оставлять пустым желудочно-кишечный тракт но при этом ешьте то что имеет много объема и то что имеет мало калорий слушаю как люди худеют на сладком я худею на сладком ну вот съел банан ну банан сладкий сладкий смотрите сладким и с содержанием сахара это разные вещи если люди худеют на продуктах которые содержат сахар я такие диеты не поддерживаю а если человек берет например чай и кладет него какой-то подсластитель который не имеет калорий не вижу никаких проблем кстати тот же самый подсластитель вы можете добавлять в торт который вы печете в мороженое которое вы делаете в кашу которую вы едите вы можете добавлять тот же самый подсластитель который не имеет калорий их очень много их десятки в магазинах берите не бойтесь покупайте и употребляйте тот что вам нравится и не слушайте вот эти вот дурацкие разговоры про вред подсластителей ничем он абсолютно вам не вредит в любом случае он в миллион раз менее вредный чем тот сахар который вы потребляете если например захожу магазин я очень хочу кушать скажу магазин что я могу кроме фруктов купить ну как раз если вы хотите кушать то вам фрукты и не надо покупать если вы вы сладкое хотите купить если вы реально голодный или голодная и вы пришли сейчас здесь в магазин да то возьмите с полки бананы съешьте его прямо там потому что не забудьте заплатить за него потом это сразу даст вам набор достаточно быстрых углеводов а дальше вам нужно прийти домой и вернуться к тому что вам нужно приготовить кашу яйца рыбу молочку или мясо и скушать никаких чудес не бывает протеиновые батончики без сахара могут служить дополнением вашему пищевому рацион что такое дополнение я всем советую минимум три раза в день есть полноценную еду еду то есть каша мясо да там все что вот хлеб рыба яйца картошка и если вы например занимаетесь спортом или вам потребуется дополнительный источник калорий вот тогда вы можете применять кроме этого этих трех приемов пищи вы можете употреблять какое-то спортивное питание например батончики а как должно отличаться питание людей с заболеваниями диабет 2 типа удаленный жирочный пузырь и разница вот сбалансированное питание для них она такой же как абсолютно такое же как для всех нас при любом заболевании при любом пускай это будет желудочно-кишечное заболевание пускай это будет ожирение эндокринологические вещи все равно человек должен сбалансированно питаться но корректировать вашу диету при болезни мы не будем по интернету мы будем это вы пойдете к вашему лечащему врачу покажите сколько вы за две недели съели каждый день калорий белков жиров углеводов и с ним решите как скорректировать вашу диету ваше пищевое поведение а если врач откажется с вами это рассматривать ну делайте выводы потому что зачастую именно неправильное питание и привело вас к тому что вы сейчас находитесь у врача сколько раз в день нужно питаться и как вы смотрите на то если человек пытается один-два раза в день и преимущественно вечером я знаю ну давайте начну отвечать с самого начала я считаю что кушать человек должен не менее трех раз сутки если человек находится в сбалансированном весе и он хочет поэкспериментировать ему можно даже голодать вот например я знаю что многие йоги практикуют еженедельная суточная голода но это только при наличии сбалансированного веса если вы толстый или вы худой не вздумайте этого делать я советую есть всем не менее трех раз в день питание однократно я себе даже не могу представить я не могу себе на представьте вот я например потребляю 2500 калорий в день ну как я зараза тоси я не могу себе это представить ну что же пол вид раз есть за раз ну это нереально серьезно не делайте этого это не нужно и пожалуйста уважаемые зрители перестаньте искать поводы несбалансированно питаться очень многие мне пишут я занят мне некогда считать калорий ну а мне есть когда считать калорий вы думаете я не знаю я считаю уже 20 каждый день понятно все таки раз день желательно я считаю что есть нужно не менее трех раз в день если вы занимаетесь спортом то в день тренировки и два дня после тренировки добавьте по приему пищи если же вы видите что вы например постоянно уходите вниз и вам уже хочется до набирать вес добавьте несколько приемов пищи следите за этим а смотрите я считаю что если вы занимаетесь силовыми кстати сегодня мы должны еще обязательно проговорить про силовые и кардионагрузки да если вы занимаетесь например силовыми нагрузками я считаю что нужно есть и до и после тренировки если вы занимаетесь кардионагрузками то там немножко другая история там можно да может даже до и не надо тренировки кушать йога это не понимаете йога это не силовая нагрузка вот поэтому с йогой немножко другая история в йоге важно растяжка принимать разные положения тела йогу я вообще советовал бы всем заниматься йога не менее чем через четыре часа после приема пищи после йоги конечно после вы можете сразу кушать после сразу вы можете кушать так теперь давайте перейдем к нагрузкам наверняка этот вопрос у вас где то есть да нет но все равно смотрите есть два вида нагрузок один вид нагрузок это кардионагрузка что такое кардионагрузка это мы ходим это мы бегаем это мы делаем что-то что держит нас пульс порядка до 130 до 140 то есть когда максимальный пульс у нас поднимается до 120 до 140 это называется нагрузка кардио что такое кардио то есть грубо говоря весь организм в общем работает но он работает без точки отказа что такое точка отказа представьте я лежу и поднимаю штангу вот я поднял 1 поднял 2 3 10 но я сильный 100 да там вот на 100 1 а вот это уже тяжело да уже начинает гореть вот этого а вот это вот горит вот когда горит это называется силовая нагрузка когда мы работаем в отказ это принципиально другая тренировка для организма что такое работа в отказ это значит что мы ту глюкозу которая у нас есть сжигаем без доступа кислорода то есть представьте себе что вот вы кинули дрова в костер и они горят это кардио нагрузка они горят а силовая нагрузка это когда они горят горят а потом плеть начинают и дымить что образуется при силовых нагрузках когда у вас есть отказ когда вот горит мышца до образуется молочная кислота или лактат это называется кроме того сгорает весь гликоген у мышц это совершенно другой тип нагрузки и тем кто худеет нужны силовые нагрузки кардио нагрузка что такое кардио нагрузка например я взял сел на велотренажер и покрутил педали полчаса потом я встал съела тренажера и съел одну конфетку шоколадную все мои тренировки нет она работает один в один вот я спалил 300 калорий вот я съел 300 калорий все заместилось а если вы потратили 300 калорий на силовую нагрузку то у вас на восстановление ваших мышц после отказа еще на следующий день и через день организм будет тратить энергию на восполнение то есть у вас повысится метаболизм на несколько дней поэтому тем кто худеет однозначно силовые нагрузки и заканчивать тренировку где-то 5 10 15 минут кардио когда повышается метаболизм хочется есть еще когда повышается метаболизм хочется есть еще больше и опять-таки вы смотрите в зеркало если вы себе нравитесь вы кушаете так как вы кушаете если вы хотите стать меньше вы кушаете меньше если вы хотите стать больше вы кушаете больше хорошо если люди с весом 120 плюс например имеют повышенное давление как какие нагрузки им показывать если есть человек с весом 120 плюс и повышенным давлением скорее всему всего ему вообще запрещено заниматься спортом пожалуйста друзья кто смотрит меня и у которых есть серьезные проблемы со здоровьем это не решается фитнеса вы должны это решать со своим лечащим врачом пожалуйста обратите внимание что начните с того что вы сбалансированно питаетесь записывайте ваш уровень сахара уровень давления хотя бы за две недели и то что вы кушаете и придите с этим к своему врачу и построите себе правильное пищевое поведение и пожалуйста не вздумайте заниматься спортом при повышенном давлении при ожирении третьей степени и выше это может очень сильно вам повредить сколько времени может понадобиться на то чтобы худеть очень хороший вопрос моя рекомендация как и рекомендация многих для меня авторитетных врачей это скидывать вес не более десяти процентов массы тела в год 10 процентов массы тела в год вот запомните эту цифру никогда не переходите и это очень очень опасно дело в том что когда вес уменьшается организм начинает совершенно по-другому работать у организма меняется гормональный фон организма меняется эмоциональный фон мы не должны терять больше десяти процентов массы тела в год если масса остановилась и все значит нужно делать корректировки вашего питания и физических упражнений это очень частая история когда есть очень много людей есть у них очень быстрый в начале эффект вот например 115 все буквально там месяц все уже 105 есть килограмм ушло еще буквально два месяца и уже там 98 да то есть уходит быстро а потом . плато называется в этой точке плато нужно побыть несколько месяцев обязательно а потом делать новую корректировку и по новой то есть вес скорее всего не будет у вас падать вот так вот без будет падать вот так вот так и вот так это абсолютно нормальное явление спасибо за питаться не забывайте что вот у вас плато не бывает сразу плато это что-то вы уже сбросили и вот когда вы сбросили побудьте в этом немножко и потом чуть-чуть еще уменьшайте буквально несколько недель и уменьшайте дальше а если вот человек очень быстро похудел это говорит о несбалансированном питании вот поэтому я и не советую а витаминки не помогут вам нужны почему сыпется потому что недостаточно белков жиров и углеводов эти пады не помогут нужно есть то количество белков жиров и углеводов чтоб свой организм поддерживать здоровом состоянии вы же поймите что вес это не только еда это же не только для веса вы же не забывайте мы едим для того чтобы жить то что мы принимаем с пищей это наша энергия которую мы используем и строительный материал который наш организм использует и главное это не ломать вот эти вот много-много-много знаю случаев когда люди вот ну все я толстый все что я делал все я беру и все я знаю людей которые неделю вообще ничего не абсолютно только воду пили они быстро-быстро теряли вес но потом еще быстрее его набирали и набирали его они уже и становились совершенно другого качества люди то есть что значит у них уменьшалась мышечная масса пока они голодали а набирали они потом только жиров жира будут да я был толстым и вы знаете я сначала думал в своем своем своей молодости юношестве что я в принципе не могу быть толстым вот и впервые у меня произошло в голове вот это вот понимание когда я на весах 98 вот тогда я понял что что-то идет не так и сразу в тот же день я перестал есть сахар полностью с того же дня ни разу не усах смотрите что такое медленно худеть я могу походить и на килограмм в неделю я умею это делать я умею под это подстроить и свой организм и свое пищевое поведение но обычный человек должен худеть не более 10 процентов массы тела в год конечно сбалансированное питание не ну что не было каких-то вы не хотели все забить и пойти скушать свой торт и любить нет никогда ни разу нет у меня даже были вы знаете у меня вот эти вот я очень много ел сладкого я вспоминаю что я спокойно мог как-то мои комментаторы говорить пол киевского торта съесть именно же важно да не торта торта больше зрителя мне о чем говорит в комментариях только мое произношение корректировать я раньше был большим сладкоежка сладкоежка я в один день от этого отказался мне стало противно потому что сладкая это природой нам смотрите нам природа не совсем смотрите нам природа в наши инстинкты человека внедрила поиск жирного и поиск сладкого почему потому что представьте себе нас вот представьте себе вот нас например 10 тысяч лет назад мы же генетически такие же были бы как и сейчас ну возможно у нас причесок не было бы таких да там косметики не было в то время одежды такой не было в пещере бы мы сидели они в этой студии да но мы же генетически такие же как и были раньше а еды сейчас у нас появилось много у нас же сахар откуда берется из магазина а 10 тысяч лет назад сахара вообще нигде нельзя было найти его не существует природе понимаете поэтому мы растем до эволюционно мы развиваемся но наш организм то не меняется мы генетически такие же как и были раньше и к сахару наш организм не готов а почему мы должны искать сладко смотрите напоминаем и люди да у нас есть голова что нам дает наша голова наш наша голова дает возможность цвет цветного зрения то есть мы видим что это яблоко зеленая а это красная красная сладкая вот природа нам внушила это ищи сладкое и ищи жирное для того чтобы выживать поэтому это действительно наркотик это действительно наркотик которому всех танец если вы не любите сладкое наверное вы просто имеете какой-то опыт что когда вы его кушаете после него наверно плохо становится ну вот и все вот и прекрасно кушайте соленое кушайте соленое в разумных пределах до мясо кушайте все кушайте сбалансировано напоминаю мясо больше чем 150 200 грамм за один раз принимать бессмысленно она идет на туалет баклажаны кабачки помидоры водичка а вы ставьте мне мой даже отец советовал вставай и застала чуть-чуть голодным она все равно все равно вот вы сели вы начали кушать и не важно что вы кушаете через 10 15 минут вы все равно будете сыт желательно перед да это уменьшит чуть-чуть аппетит но со временем у вас будут совсем другие проблемы уважаемые зрители у вас будут проблемы со временем немножко другого характера что вам нужно будет есть много каши и нужно себя заставлять да я понимаю да ваши лица до недовольная но кашу нужно кушать делайте ее вкусной и кушайте очень она может быть потрясающе вкусно например как может быть она вкусная например ее можно посолить него можно поперчить него можно добавить соевый соус можно добавить чеснок можно добавить хмели-сунели можно добавить красный перец можно да все что угодно можно специи как раз разгоняют метаболизм специи лучше если кто-то хочет взбодриться утречком да не кофе пейте а съешьте перчика красного вот это вот это взбодрит по полной там вот бывало такое у вас даша что-то острое съедали аж такой весь потеешь красный такой да это очень кстати хороший так называемый объяснить почему это не правда что они все худые объясняю почему например в жарких странах типа индии и там там нет почему люди любят острое как вы думаете есть у кого-то версия острая абсолютно не влияет на бактерии инопаразит абсолютно это миф знаете почему я вам расскажу там очень жарко и там очень влажно люди очень много потеют очень-очень жутко жутко много потеет что происходит когда человек потеет он теряет электролиты теряет в том числе натрий и в том числе хлор и у него уменьшается кислотность в желудке и для того чтобы поддерживать свой аппетит в тех жарких странах очень-очень любят действительно острые приправы для того чтобы стимулировать аппетит представьте себе 50 градусов стопроцентная влажность и вот и в этом в этой среде вам нужно питаться нужно действительно что-то вкусное чтобы чтобы вам хотелось это просто съесть на чем у не начало вас не полезет не забывайте что у них общество у них образ жизни другой потому что они не в кондиционированных живут до помещениях а в очень жаркой среде и влажно острое вы можете кушать вообще в неограниченных количествах единственное имейте в виду перейти в виду первый раз до когда вы скушаете острое она будет острыми на выходе вот вот обратите на это внимание поэтому поэтому не бойтесь этого если вы будете регулярно питаться острым вы не будете этого ощущать абсолютно кушайте острое сколько вам влезет нет конечно конечно что вы ожидали от специй что они превратятся в золото внутри организма нет они обожгут вам там друзья давайте следующее смотрите если у вас есть гастрит да это не тема которую мы будем обсуждать по интернету но если у вас есть гастрит я вам прежде всего рекомендую сбалансировано питаться потому что это в любом случае гастриту поможет в лечении гастрита по поводу острого вот сейчас меня захейтят многие но я например считаю что острая абсолютно не мешает никакому гастрит но многие гастроэнтерологи со мной не согласны не знаю язва это тяжелое клиническое состояние которое вам нужно немедленно вылечить обратитесь за медицинской помощью это мы не будем обсуждать в рамках нашей лекции если есть язва вы должны обсуждать питание с вашим врачом опять-таки опять-таки не хочу чтобы меня хейтили но я знаю проводилось испытание и язвенникам одной группе давали острую пищу а другой не острую абсолютно никакой разницы в этих двух группах не было абсолютно никакой но увидите много хейта скоро в комментариях я как-то поехал один раз помню то ли в грецию то ли в турцию это давно было на отдых и я где-то тогда я что же был наивным хоть и с медицинским образованием но я был наивным и я где-то вычитал что от ананасов худеют и я начал их извините меня по несколько тарелок кряцать и я набрал по моему 6 килограмм за 10 дней да вот поэтому будьте пожалуйста аккуратны с этим да и и считать я сейчас считаю то что кушаю это было вы понимаете это был этап моего становления когда вот вы знаете ну вот многие жда из наших зрителей что-то где-то читают и даже вот мне скидывают прокомментируйте вот я тоже тогда был такой наивный у меня не было почему-то развита тогда критическое мышление я верил всему чему читал а сейчас я начинаю всегда думать я сейчас всегда думаю чтобы я не прощал какую бы информацию я не получил я сначала представляю себе а возможно это неправда и исхожу из этого поэтому аккуратненько пожалуйста вот этими историями с ананасами ананас нужно считать читать днем куча калорий на самом деле большая куча калорий и этими ананасами легко можно набрать себе и бока и живот и и попу и все такое посмотрите если у меня например питание сбалансированное я четко знаю сколько жиров и вода мне нужно но как мне при этом быть уверены в том что витаминов минералов я тоже получаю достаточное количество это какая-то симптоматика или как мне это понимать если вас ничего при этом не беспокоит то вот вы должны понять что вы находитесь в балансе так и держите волосы например мне не нравится не нравятся цвет нет не знаете что они сухие секута но при этом он жиру белковую воду у меня достаточно сбалансировано все я думаю что это вам нужно обратиться просто за какой-то косметологической помощью и нанести на волосы может какие-то кремы мази и средства другие это мне кажется просто проблема ваших волос если у вас здоровая кожа здоровый стул вы нравитесь себе в зеркале да вы физически активная ну я думаю что это может быть знаете влияние может солнца может воздух какой-то пересушенный или наоборот слишком важный то есть займитесь локально волосами если все остальное вам нравится себе то есть все таки не бывает каких-то периодов не знаю там сезонность зависимости от этого когда не нужно сезонность когда да конечно когда например у нас зима да и мы не сбалансировано питаемся и не выходим при этом на солнце а если выходим особенно наши дамы они всегда с косметикой на лице да с spf мы не получаем ультрафиолет и мы можем остаться с недостаточным количеством витамина d но если вы кушаете селедку скумбрию или другую рыбу хотя бы раз в день вы полностью забудете об этой истории абсолютно не думайте про витамины минералы и бады если вы сбалансированно питаетесь и вас ничего не беспокоит забудьте об этом в еде есть больше витаминов тысячи раз чем нам нужно организму для существования не забывайте одну вещь друзья что витамины это катализаторы витамин не расходуется сам в его присутствии происходит какая-то химическая реакция он не расходуется не нужно поглощать витамины в огромных количествах организму некуда его деть например есть таблетки витамина c по грамм грамм целый грамм при том что суточная доза витамина c 50 миллиграмм зачем организму это оно не нужно это лишнее это на нагрузка на почки чтобы вывести их вывести не занимайтесь ерундой а если вы видите что у вас что-то не в порядке тогда нужно смотреть что где как возможно вам нужна медицинская помощь возможно вы чем-то болеете возможно у вас есть хронические заболевания какие вот тогда вот это надо надо думать об этом расскажите еще пожалуйста про вот многие компании которые специализируются на похудении там фирмы и бады занимаются и какие-то физнагрузки но при этом они большинство из них на detox направляют то есть они говорят о зашлакованности о том что нужно detox это проводить а что вы об этом думаете это коммерческая история которая почему-то в последнее время стала очень модной не занимайтесь никакими детоксами для того чтобы у человека не было токса нужно пить достаточно воды что такое достаточно воды это когда мы пьем так что наша моча светло-светло-желтая светло-светло-желтая и вот потребление воды это и есть ваш detox балансированное питание и потребление воды это и есть ваш detox не нужно никаких больше detox не надо промывать себя чем не надо в себя кучу бадов загонять целью detox а ваш организм в этом не нуждается что такое таксин что такое таксин смотрите грубо говоря представьте себе вот вы съели например кусок мяса а вот просто один кусок мяса ну только полкило взяли и съели полкило мяса не съели при этом не углеводов не клетчатки ничего и вот это вот белковая вот это вот вот это вот масса она будет ходить у вас здесь бурлить там вот это вот она бы куча зота будет ну вот это можно считать токсом а вот это вот токсин может быть по сути говоря что такое токсин это то что вы в себя помещаете если вы будете просто сидеть на стуле лежать на кровати у вас токсикоза не будет а если вы съедите что-то лишнее это действительно действительно и будет тем что дает вам токсин ваш организм конечно выводится конечно с балансированным питанием и потреблением достаточного количества жидкости все выводится не забывайте вода должна быть очищенная которую вы употребляете и которую применяете при приготовлении пищи друзья еще раз нельзя пить воду из лужи и из крана нельзя вода должна проходить обратный осмос вода должна проходить обратный осмос иначе вы с водой из крана особенно в городах получаете всю таблицу менделеева аккуратно когда она кипятится это уже лучше уже что-то оседает образуется какая-то на пик но пожалуйста пейте воду после обратного осмоса если самое лучшее это поставить обратный осмос себе на на кран вот и пить его то же самое тоже 100 нельзя если разве что суп вы готовите и оставляете воду если вы что-то вывариваете воду сливаете можете не тратить это вот но все равно вода должна быть чисто это очень важный момент друзья это очень очень важный момент чистота воздуха чистота воды это ключевое для здоровья бить родителей которые кормят их сладким просто бить и плакать не давать вот что нужно делать ребенок просто так не толстеет дети они обычно активные они бегают прыгают сказать и пока не загрузить их огромным количеством сахара они не мне не растолстеют я к сожалению видел и вы наверное все видели огромное я видел вот маленьких детей вот я видел один раз на завтраке в гостинице я видел ребенка но было лет шесть он уже по моему весил килограмм я не знаю килограмм на 40 это был ужасный ужасно ужасно толстый толстый ребенок я посмотрел что на завтраке не дают родители знаете что там был там было корж корж просто коржик да от из теста сделаны до 4 коржика у него было и этот ребенок взял и пошел на один налил апельсиновое варенье на одно вишневое на третье там какое-то кивовое и 4 вида варе то есть 4 коржа с вареньем это у ребенка зав так как с детьми быть чтобы они худели да не кормить их этим говном просто вот и все больше ничего не надо да вот 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 он хочет много тушать он хочет много кушать вот кушает много каши ему это очень понравится идет достаточно тяжело под столько поглотить и она действительно запустит ряд процессов которые приведут к нормализации вес но сладкое детям давать категорически нельзя дайте яблочко ребенку пол банана банан не знаю киви не надо кормить тортами не надо вот этими мороженами с сахаром и всем подобным и отучите ваше старшее поколение многие ну люди старшего поколения они вот вот на сыночек с кушай они действительно от души это дают они не хотят ничего плохого сделать но к сожалению вот это вот история это конфета да это зефирина это торт это все содержит огромное количество сахара яда которая детям давать нельзя как их отучить перевести на что-то другое перевести смотрите наши мультики в наших мультиках мы не помогает значит тогда применяйте грубую физическую силу спасибо и поверьте так будет лучше потому что иначе вам придется заниматься своим ребенком значит что чем вы риску чем рискует вообще ребенок который потребляет много сладкого да первое у него огромный огромный на порядке риск получить диабет в дальнейшем второе он скорее всего не будет успевать как остальные сверстники у него могут быть уже ранние деформации суставов ранние деформации не хочу сейчас об этом говорить дети ни в чем не виноваты не кормите их сахар одна конфетка ничего не будет если это раз в день и раз в неделю одна конфетка действительно ничего не будет но если мы каждый день будем по конфетке а потом он начнет тырить эти конфетки а потом у него появятся деньги он пойдет сам купить себе эти конфетки и не будет понимать наоборот будет даже думать что это хорошо мне же дают родители бабушки это большая работа работу нужно начать со своего дома прежде всего уберите из дому все что содержит сахар уберите вот проведите аудит откройте холодильник видите что там все выкиньте к чертовой матери и не приносите это домой и приучите ваше старшее поколение ваших детей не кормить сахар да это тяжело да я знаю сам это проходил до приходилось и кричать и и угрожать что я больше никогда ребенка к тебе не приведу но так или иначе это нужно сделать у меня к сожалению нет опыта применения грибов я постараюсь подготовиться к этому вопросу на следующий раз я не не имею опыта но но что я хочу сказать публике значит смотреть не совсем не совсем смотри ну мухомор конечно я я сейчас хочу вообще рассказать про грибы напоминаю что да есть разные царства есть растения да есть животные есть грибы в чем вообще заключается интересная история о грибах грибы действительно могут содержать много-много чего грибы это огромное царство грибы есть и на глубине десятки километров и верхних слоях атмосферы и в воде и на деревьях и у нас везде грибы это вездесущая история в чем интересное свойство грибов многие грибы содержат действительно целый ряд даже незаменимых аминокислот но организм то не умеет грибы переваривать в чем интересная особенность стенка клетки гриба состоит из хитина хитин у нас у животных стенка клетки состоит из фосфолипидов у растений она состоит из целлюлозы а у грибов из хитина то еще это знать что потребляя гриб практически он 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 проходит насквозь насквозь проходит и действительно есть грибы с вот этим содержанием огромного количества действительно ну например тех же аминокислот незаменимых но наш организм их не усваивает для того чтобы наш организм усвоил нам надо разрушить в начале клеточную стенку или жестко-жестко мелко измельчить или растворить чем-то хитин и потом принимать эти грибы то есть по сути говоря обычные грибы вот кстати кто-то спрашивал меня если хочется еще кушать после еды возьмите банку с грибами и скушать они они не переваривать ну понятно если там нету кучи масла если там нету опять-таки сахар и все сами по себе грибы не усваивать а что такое тяжелое так человек же смотрите смотрите мне не 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 я говорю про случай когда человек поел и потом не наелся вот он съел то что ему нужно ему не хватает так тогда лучше действительно тяжелых грибов чтобы они осели в живут и чтобы она долго ходила и даже тратил организм энергию на попытку их переварить на тут как раз тяжелая показано потому что задача другая задача я съела я знаю что мне этого хватает но кушать хочется вот тогда накинуть грибов нормально но пожалуйста не мухоморова то сейчас пойдут там комментарии что доктор тигран там мухоморы рекомендуют я думаю что вы имеете ввиду наркотические грибы наркотические грибы я знаю что во многих странах даже легализованы у меня к сожалению опыта в этом нету обязательно обязательно подготовлюсь к следующему материалу нет почему ты пытаешься похудеть ты пытаешься чуть конкретнее мне чуть конкретнее задайте вопрос ты не можешь питаться сбалансирована может полностью отказаться от сахара постоянные срывы чувство вины за это чувство вины заедается дополнительно сахаром и что с этим делать как постепенно из этого выйти или не постепенно а смотрите прежде всего избавьтесь от соблазна избравьтесь это не держите дома этот сахар просто не держите и это уже огромный шаг вперед для того чтобы вы его не используете у вас его нету второе замените его на что-то замените ну неужели но я не верю что вот ну неужели торт вкуснее банана не могу понять вот это вот замените на фрукты замените на фрукты замените на что-то не такое опасное и постепенно понимаете в чем особенность сахара вот представьте себе я сладкоежка да и для того чтобы мне я например вот на чашку чая кладу две ложки сахара например да у меня такое в жизни было я давно уже сахара у меня нету ни дома не нигде а если я перестану неделю кушать сахар неделю то потом если я добавлю одну чайную ложку в трех литровую банку я почувствую и сладкой сахара есть еще такая проблема смотрите знаете такое есть точка блаженства называется слышали про такое 27 28 процентов сахара когда мы добавляем в какой-то продукт это называется точкой блаженства организм уже чувствует что это очень очень сладко и если мы добавляем больше то уже организм разницы не чувствует то есть или это 27 или 35 уже организм разницу чувствует да то если вы перестанете потреблять сахар то я серьезно говорю вам даже концентрации 5 процентов сахара будет очень-очень сладкая то есть постепенно хотя бы продержавшись несколько дней недель у вас абсолютно само уйдет желание его потреблять главное вот это не хопать что-то и не подкармливать свою наркоманию я думаю гораздо быстрее я думаю что от сахара уходит желание это 10 дней две недели максимум понимаете настолько уходит что вот я даже в какой-то момент вот почувствовал но это противно вот вы знаете я вам объясню что такое сахар вот представьте себе вот смотрите вы берете там дорогой стейк дорогу реально дорогой и потом на него кетчуп да а в кетчупе 30 процентов сахара так вы получается взяли дорогущую вещь и извините какой-то да и какой да и какой-то какашка его полили ну пожалейте себя и немножко все-таки вы же дороже стоите чем чем этот сахар это понимаете сахар это можно говорить нельзя вы запекаете потом сахар это дешевая понимаете не надо на него поддаваться вот это когда какой-то вам извините меня тоже запекайте дают понимаете то самый простой способ сделать это вкусным это сахарком посыпать не ведитесь на это не видеть это это дешевая никому не нужная не несящая никакой пользы еда которая исключительно предназначена для того чтобы поднять ваш уровень сахара получить пик инсулина отложить его в жировую ткань и заняться этим вот непрерывно по кругу это бич современного мира напоминаю до 80 процентов ребята 80 процентов пациента в кардиологических клиниках 80 процентов не были бы пациентами если бы они сбалансировано питались не 8 а 88 из 10 пациентов в больницах находится потому что он несбалансировано питается или она сейчас очень много людей худеет с помощью такого препарата как аземпик что вы думаете по этому поводу я считаю что это полная деградация человеческого общества я вам объясню что такое аземпик да вот расскажу что такое земли это препарат который блокирует усваивание еды так ребята зачем препарат принимать можно еду не есть лишнюю просто это же гораздо проще он много чего делает ребята ребята это все в долгосрочном долгосрочной перспективе не работает и все равно все равно для того чтобы быть здоровым нужно сбалансировано питаться никуда вы от этого не уйдете сколько бы у вас не было денег на какие препараты на косметологов на хирургов на аземпик на массажистов на детоксы это все к вам к здоровью не приведет ни на йоту единственное что вам поможет это сбалансированное питание помните об этом всегда об этом помнить это абсолютно полный миф абсолютно она ничего не ускоряет кроме дохода клиник которые предоставляют такие услуги смотрите давайте вот представим себе вот немножко более я чуть отвлекусь от темы питания представьте себе мануальную терапию а что такое мануально вот я сейчас лягу до на стол придет такой сильный человек хрусь то все пятое десятое да и действительно вроде бы становишься ровный уезжай такой почему я становлюсь ровно объяснить потому что я нахожусь в невесомости вот сейчас я стою какая-то нога короче какая-то длиннее 1 ягодица выше 1 ниже корпус перекошенный да многие из вас вообще сидят нога на ногу потом вот это вот все а я ложусь на стол у меня нет опоры ничего я как бы вешу в воздухе меня разминают и делают симметричным и когда я на столе это хорошо но когда я встану у меня же все те же проблемы вернуться то есть я к чему это хочу сказать что уважаемые друзья если вас например в результате там мануальной терапии где-то хрустит и вам после этого становится на время легче да где-то что-то укрепляйте мышцы чтобы в следующий раз когда вас прохрустели чтобы вы уже становились и держали мышечный каркас чтобы у вас больше не деформировал самая яркая проблема сейчас у всех людей с осанкой это плоскостопие плоскостопие это не просто проблема стопы это проблема того что практически всегда у человека одна стопа более плоская чем другая это значит что одна нога короче чем другая а если она короче то значит таз наш не горизонтальный а наклонен какую-то сторону соответственно у нас позвоночник искривляется из-за этого это мы перешли немножко сбалансированного питания косанки а потому что это тоже связанные вещи немножко поэтому аккуратненько сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки это да а лимфодренажи массажи и вот эти детоксы и убойные марафонные тренировки забудьте про сон о-о ребята если вы не спите 7-8 часов в день да вы вообще никогда не похудеете смотрите что такое стресс что такое стресс вот смотрите представьте себе я вам скажу что вы выиграли в лотерею миллион долларов а представьте себе я возьму вам сейчас за шиворотом два стакана льда закидаю то же самое понимаете в том-то и история что стрессом для человека является любая эмоция это что у вас одна эмоция положительная а вторая отрицательная а гормоны выделяются абсолютно одинаково поэтому забудьте про стресс вообще такое слово стресс не хочу знать человек пред человек предназначен для стресса у человека есть голова который оценивает ситуацию вот и вот идешь-идешь смотри медведь за тобой бежит вот это стресс да да то есть человек предрасположен к стрессу не надо бояться стрессов стрессы всегда у нас есть носок там потерял это стресс денег нет смотрите там немножко не так работать вы не можете снижать уровень кортизола вы не можете его снижать ну вы можете просто я не знаю запереться в какой-то комнате да и не включать телевизор и телефон может тогда у вас стресса не будет но стресс это вообще то что у человека всегда от новостей от еды от взаимоотношений не знаю что-то рядом построили дом или взорвалась это все стресс не не занимайтесь смотрите не не надо списывать вот вот многие говорят я не могу похудеть потому что у меня много стресса не надо это неправильный подход у всех стресс вот я смотрю как вы сидите до несбалансировано и у меня стресс абсолютно правильно абсолютно правильно то других причин нету и еще до этого я бы все-таки назвал причиной невежество хорошо я предлагаю для всех другой вариант я предлагаю и вкусно питаться и не болеть при этом понимаете как бы два в одном я не могу понять почему многие люди действительно вот из-за того что вы говорите из-за отсутствия самодисциплины и возможно внутреннего какого-то воспитания зачем вообще говорить о том что жизнь одна ну так хорошо если жизнь надо ты хочешь ее прожить больным ты хочешь прожить весь этом 150 килограмм не понимаю логики просто вот я часто такое слышу на самом деле а сложно это потратить пять минут в день на подсчет ну так он потратит больше времени на врача понимаете он потратит больше времени потом а вы представляете сколько стоят например из-за большого веса у человека очень вероятно разовьется сахарный диабет и гипертоническая болезнь а это время не надо тратить чтобы ее лечить а препараты которые стоят огромное количество денег осложнения все остальные нет это неправильно если кто-то свою жизнь не ценит свое здоровье пожалуйста это не к вам это пожалуйста занимайтесь чем хотите только питание мы можем излечиться от вас вы 80 процентов больных по больницам сейчас можем просто разгрузить больницы на 80 процентов просто очень часто такое слышу очень часто такое слышу достучаться очень просто смотрите достучаться это ваша индивидуальность а смотрите если человек настолько не вешать настолько не вешать что вы его не можете убедить и вы понимаете так пошел он к черту я ему сказала да я ему сказал послушался хорошо нет нет если это ваши близкие люди до родственники ну родственников не выбирают ищите пути ищите подходы показывайте на своей примере обдуривайте дайте им например зефир без сахара скажите что это зефир сахар пусть попробуют а потом скажите им видишь она же ничем не отличается очень применяйте разные способы но пожалуйста если вот вы видите что человек перед вами ну абсолютно глуп абсолютно ну как бы как это сказать вот вы знаете безнадежи да не тратьте на него не трать за то время что вы ему попытаетесь это внушить вы вылечите других людей в гораздо большем количестве может вас что-то интересует про нагрузки про упражнения я бы разделил по-другому я бы разделил это что во-первых без сна никакого похудения не будет а в остальном питание это 95 99 процентов а физические нагрузки кстати уважаемые мои зрители я хочу чтобы вы все поняли что физические нагрузки просто ускорят ваше похудение если вы сбалансированно питаетесь вами физические нагрузки не нужно вы все равно придете в нормальный вес рано или пост но физические нагрузки могут это ускорить а если это силовые физические нагрузки они могут сделать ваше тело красивее и подтянутее обращаться за медицинской помощи но с этим у медицины проблемы очень огромное количество людей не могут спать прежде всего это темная комната темная темная вообще темная мрачная то есть все вот темно да это тишина абсолютная да это можно там берушами в уши решить это можно комнату звукоизолировать и конечно же это прохладно когда вы спите должно быть прохладно так чтобы хотелось укрыться почему потому что холодный воздух успокаивает когда мы дышим но при этом укрыты у нас голова так предназначена просыпаться от будильника это огромный огромный удар по организму лучше проснуться за несколько минут до будильника самостоятельно и просыпаться как раз лучше всего знаете чем вот например открывать что вот вам нужно проснуться вы в темной комнате спите чтобы например какой-то механизм или кто-то открыл чуть-чуть штору и вы за счет света проснулись у меня например есть кто-то это пульт который шторы открывает и пожалуйста ставьте все что ребята кто строит дома кто делает ремонт и кто квартиры делает ремонт и пожалуйста все шторы blackout должны быть чтобы вы могли иметь возможность затемнить и спать если вы спите так до 12 дня если вы спите до 12 дня то скорее всего вы легли в 4 часа ночи или заснули если нет и вы можете ли ну посмотрите если вы сегодня можете лечь спать в 11 например да и проспите завтра до 12 то это говорит о том что у вас огромный недосып он у вас есть где-то в багаже вам нужно его доспать все-таки сон это накопительная история можно действительно там вот ну бывает такое что вот ты каждый день час не досыпаешь да вот чувствуешь и потом можно в субботу выспаться она так работает она накопительно работает но если у вас постоянная сонливость до обеда это говорит в том числе о вашем несбалансированном питании в том числе возможно вы занимаетесь много спортом очень человек хочет спать после тренировок на второй на третий день после тренировок человек дольше всегда хочет спать тишина прохлада и влажность 50 процентов вот это то что залог здорового сна напоминаю прохлада даже летом надо включать кондиционер для того чтобы вам спать было прохладно и хотелось укрыться это очень важно так человек спит гораздо лучше а еще одно извините еще одну если вы помните что вы проснулись в каком-то кошмаре вот да вот это говорит на 99 процентов о том что у вас комнате жарко всего лишь слушаю вопрос у некоторых да у некоторых нет я знаю людей которые могут вы знаете физическая активность в умеренных количествах для здорового человека действительно способствует сну но есть люди хронические больны бессонницы у меня очень много знакомых которые вообще не могут спать они вообще не спят они как роботы ходят и ничего не медицина с этим не может ничего не знаю они некоторым вообще не помогают а некоторые потом без него не могут спать это очень это вы понимаете вот если мы сейчас касаемся до сбалансированного питания обсуждаем сбалансированного питания и это у нас уже вторая лекция то про сон и про проблемы сна нам надо говорить в 10-20 раз больше это огромная обширнейшая не до конца изученная тема и у нас у нас есть у нас есть любители грибов до 1 я слежу за своим сном первое прохладная влажная тихая комната сон без сна не будет похудеть второе я сбалансированно питаюсь третье я еженедельно контролирую свой вес и слежу за тем куда движется мой вес и смотрю на себя в зеркало раз в неделю и желательно фотографировать себя фотографирую щелк через неделю фотографирую щелк 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 и вот так вот за несколько месяцев ты начинаешь понимать что где куда происходит друзья спасибо за вопросы оставайтесь с нами подписывайтесь задавайте вопросы если у вас есть какие-то идеи предложения смело пишите в комментариях и до новых встреч питайтесь сбалансированно спите занимайтесь спортом и будьте здоровы